Каждую субботу на канале РТР Молдова Кулинарные путешествия, интересные гости и новинки из мира кулинарии Не пропусти программу Азбука Вкуса Включайся! Хорошего настроения у нас много! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Привет! Наконец-то ты тут! Смотри, наконец-то для нашего канала наступает день, когда можно неделю не уходить с работы, потому что еды будет очень много. Я сразу, пока разогреваю духовку, рассказываю, что у нас. Да, еды будет много, но при этом будет потрачено очень мало времени. Сегодня мы будем готовить круассаны, настоящие французские пицца, которая также производится брендом Эндис, но уже в замороженном виде. Самое главное, в шоковой заморозке все продукты были заморожены. Об этом я расскажу чуть позже. Будем готовить лазанью куриную с соусом бешамель, который мы сейчас с Майком сами приготовим. И пожарим быстренько блинчики с мясом. То есть у нас на самом деле, ну вот так вот, на твой жесткий взгляд, сколько человек можно накормить? Потому что я, конечно, знаю свои аппетиты и свои возможности. Ну, как бы не буду сейчас пугать телезрителей, но это просто возможности. Это, так сказать, есть всегда какая-то предельная, да, вот, предельная мощь. Но на самом деле здесь, мне кажется, такая хорошая компания с человек 8-10. Да, 8-10 человек вполне можем накормить свободно. Ну, допустим, если круассаны и блинчики будем рассматривать как завтрак, то лазанья и пицца – это полноценный обед или ужин. Да, а уже, как бы, если вам этого не хватит, тогда вот голубика вам с яйцами. Так, хорошо, я застилаю пергамент, потому что у тебя есть отдельная фишечка, которая сейчас будет происходить. Это магия, магия Густландии, друзья. Посмотрите, сейчас это все будет происходить на ваших глазах, потому что что мы делаем с круассанами? А, насчет круассанов – это новый абсолютно продукт, который еще эксклюзивно пока продается в Энзи Шопе. Создан он для занятых хозяек, так скажем, да, работающих мам. Ну, или мужчин, я имею в виду, то есть, которые прям бегают с утра до вечера, понимаете, по работе, да. Собственно, да. Мы уже продумали это все, да, создали его, пергамент, он уже есть, мы его выкладываем на противень, и я тебе доверяю, очень ответственное дело. Круассаны очень нежные, так как изготовлены из масла 82%, поэтому прошу тебя быть очень аккуратным. Пока я доехала, они уже чуть-чуть разморозились. А, то есть они сейчас будут как раз вот так вот. Мне их отсюда надо вынуть, да? Очень аккуратно, да. Я вроде старалась быстро доехать, но… Так, хорошо. Ну, я этим сейчас займусь, и тогда показывай, что там дальше. Давай, Мишки, круассаны, я сейчас буду справляться тут по чуть-чуть. Их в коробочке по три штуки с начинкой и четыре без начинки. Ты уж выбери сам, какие тебе больше нравятся. Есть с шоколадом, с белым кремом и абрикосовым вареньем. Да, тяжело сказать, что как бы здесь нам надо выбирать. Выбор большой. Выбор большой, но зачем выбирать? Надо все чуть-чуть попробовать. Ну, давай, давай попробуем. Так, есть. Должно быть расстояние между ними в два сантиметра, так как они будут сейчас на расстойке увеличиваться. А, это такой лайфхак, да? Да. Так, дружище, подождите. Все на коробочке написано, поэтому нашим потребителям… А, есть отдельная инструкция, отлично, да. Да, 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 описание. Ну, это очень важно, потому что вообще как бы рекомендуется всегда читать инструкции, если вы уже взялись за какое-то там приготовление чего-либо, а тем более, если это речь идет о еде. Но я так понимаю, что вот у них какая-то особенная форма заморозки, что они при процессе размораживания, да, то есть они набирают еще форму, то есть они становятся такими прям пышными. Да, вся наша продукция замороженная замораживается в шоковой заморозке. Давайте я вам коротко расскажу, что это, не знаю, если все знают. Ну, тебе я в шоке, как она заморозилась. Вот такая вот шоковая заморозка, да? Да, при температуре минус 35 оно замораживается очень быстро, в течение до 20 минут. Шоковая заморозка позволяет сохранить все полезные элементы, которые в данном продукте есть, или витамины, если это говорит, там, о овощах, да, или мясе. А, ну, то есть можно не только даже вот подобную продукцию, да, я имею в виду, что можно и там фруктики, и себе овощи замораживать таким же образом, да? Да, то есть привычным образом то, что замораживается сейчас нашими мамами и бабушками в морозилке, это с точностью да наоборот, потому что в наших бытовых морозилках появляется иней, оно замораживается в течение 5-6 часов, там уже появляются даже какие-то новые народные микроэлементы, что, конечно, не очень хорошо влияет на вкус еды, на запах еды. И потом на качество тоже, как бы, знаете, да, нет, чуть-чуть. А шоковая заморозка, наоборот, все это исключает и добавляет, ну, вот даже внешний вид, да, несмотря на то, что я... Они уже становятся аппетитнее, аппетитнее, то есть я так понимаю, что они были сжатыми при этой шоковой разморозке, сейчас, когда идет уже реакция с теплым воздухом, они, ну, набухают, набирают вес, что ли, прям так на глазах растут. Если вот у вас было бы сейчас много-много времени, а наша программа длилась бы часа 3, вот, и мы бы одну камеру направили, как это медленно все, то да, то оно, как бы, конечно, на глазах ваших и произошло. И есть вот волшебная пицца, которую все привыкли, все любят, но я смотрю, что она тоже у нас идет в категории... Замороженная пицца. Замороженная пицца тоже. Взял и быстро приготовил. Вот, и сегодня ты выбрал прям еще и одну из самых любимых нашим оператором Дмитрием с тунцом. Вот, мы так его называем обычно, Дима Тунец. Вот, что, рассказываешь, что с ней? У нее тоже какая-то волшебная магия есть в ней? Да, магия, как и в круассанах, у нас индивидуальный процесс, рецептура, абсолютно новая, не похожа на ту, которая есть на данный момент в индисе. Открывайте, да. На итальянском муке, настоящая итальянская рецептура, поэтому... И создана, собственно говоря, для этой шоковой заморозки. В вакууме, отлично. Да, для того, чтобы это тесто не вело себя после заморозки и разморозки как-то плохо, и чтобы не менялся вкус после выпекания была создана эта рецептура. Есть 5 видов. Это маргарита с тунцом, который я сегодня принесла, пепперони тоже, который в топе продаж, с курицей и 4 сыра. Пожалуйста. Отлично, отлично. Так, я тогда занимаюсь... Как это, знаете, сейчас, как все блогеры, распаковочка. Сейчас, друзья, у меня тут будет распаковочка. Так, а Олечка продолжает нас баловать и, внимание, покоряет. То есть уже меню становится еще больше, еще обширнее. Так. Ну и еще один итальянский рецепт. Это лазанья с курицей. У меня тоже происходит распаковочка. Да, да, да. В лазанне есть внутри сразу рецепт приготовления бешамеля, что очень, собственно говоря, легко сделать. Мы сегодня будем по рецептуре идти, да, Майк? Да, то есть, в принципе, мне кажется, что получается, что как бы, ну, можно верить даже это детям, да? Ну, то есть дети же легко справятся с этим заданием. То есть мне за 6-7 лет просто взял ребенок, начал читать и все, и готовим тогда по рецептуре. Что давай говорим, что выкладываем? Готовим по рецептуре, да. Мы, так как семья большая, РТР, я взяла две упаковочки. Правильно, я делала. Отправляю я на 7 минут, правильно? 7 минут, я надеюсь, духовка была разогрена 220 градусов. 220 есть. И важно, чтобы была без вентиляции, то есть вверх-вниз. Вверх-вниз, у меня есть вот вид, вот вверх-вниз, жар-эко, есть, без вентиляции. Да, жар-эко, да. Ставим на 7 минут. Сейчас, две секундочки, две секундочки. Так, окей. На 7 минут. Так вот можно, если бы было, конечно, отмотать время назад. Так, есть, 7 минут. Работаем. Все, работаем, да. Так, а здесь у нас лазанья, который нужно приготовить соус. Давай тогда командуй, что там по рецептуру для соуса. Давай мы сразу выложим форму лазанью, чтобы она чуть-чуть подтаяла. Она вот в замороженном виде. Я уже думал, что нужна... Да, выкладывая. Мужская сила. Так, вот это вот прям вот эти вот готовые кирпичики счастья, да? Да, да, да. То есть не надо стоять 3 часа, как я это раньше делала, и своему любимому мужу выпекала лазанью. Можно это сделать в течение 15 минут. Ужин для семьи. Ужин для мужа. Так, а у нас еще две. Вот еще две. Я думаю, что они поместятся три. Давай три поставим. Ну давай. Давай, я думаю, ты как бы знаешь, честно будем играть. Нет, нет, так, да, да. Хлоп. Что, нет? Будем играть в тетрис. Тетрис. Нет, не помещается. Давай тогда я дам еще одну формочку. Давай. Мы сейчас все это быстренько сделаем. Так, где ты, где ты? Смотри, это прям идеально. Вот. Ну окей, одну тогда вам на потом. Еще одну, подожди. Нетушки, нетушки, у нас еще есть звукорежиссер. Точно, он же тоже ест. Да. Давай. Не всегда, конечно, я шучу. Так, окей. Обычно он приходит после еды. Так, дальше есть лазанья, размораживается, пицца готовится. Эти набухают, товарищи. Так, идем по рецепту, что нужно? Идем по рецепту. Но у нас для одной порции тут прописано 80 грамм муки. Мука. Мука, есть. 80 грамм. Хорошо. Тогда сразу попрошу тебя ложечку большую. Ложечку большую? Да, здесь, да. Либо... Прям да. Если нет весов, то давай тогда почищу там 2 ложечки, я думаю. Да. Я тоже как-то вот так вот. Ну вот достаточно. Так, да, окей. Предполагаю. Масло у нас есть сливочное. Молоко вот в корзиночке твоей замечательной. Сколько? Так, сейчас почитаем. Нам надо делать сразу на 2 порции. Ну, я где-то думаю 500 грамм на 2. Нет, подожди. Давай мы постепенно будем все это делать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. А куда постепенно? Нам надо сюда будет потом его вливать. Сначала масло сливочное берем. Сюда. Тогда включаем сковородочку, да? Включаем сковородочку. Хорошо. Так. Так как у нас на 2, наверное, прям возьмем пополам, так, чтобы было... Пожалуйста, вот ножичек. Или, ну, ничего не скажешь, тут уже точно. Если у человека такой длинный нож, лучше, конечно, держаться на расстоянии. Так. Давай. Пожалуйста. А лопатка есть? Есть, пожалуйста. Все готовим. А венчик? И венчик есть, конечно. Мы... Прокаченная программа, пожалуйста. О, супер. Даже которая не царапает. Да. Тефлон. Так. Так, ждем, чтобы масло подтаяло. Ну, а в это время, друзья, как вы видите, процессы наши набирают обороты. И вообще, сколько позиций вот такой вот заморозки. То есть можно же не только, я имею в виду, вот лазанья, конкретно там куросаны с различными вкусовыми начинками, да, и пиццу там нескольких видов. Я так понимаю, что вообще как бы спектр большой. Лучше зайти на официальный сайт и посмотреть, да? Да, вы можете зайти на сайт Endism Day. Есть раздел Endshop, где, собственно говоря, представлена вся продукция наша. Помимо этого, совсем недавно был открыт наш фирменный эксклюзивный магазин по продаже полуфабрикатов, где насчитывается более 60 позиций. Так что скучно вам точно не будет. Знаете, а то, как вот бывает иногда, о, что опять лазанья или там, а что опять пицца. Нет, здесь можно как раз варьировать и особенно на выходных, чтобы расслабиться, не подходить к плите, немножко кайфануть. Вот пока вот эти вот все сами с собой процессы, как будто как волшебные сказки происходят. Так, ну, поэтому, наверное, так и называется это Гусланд, потому что это прям страна такая вот сказочная. Сказочная страна, которая экономит наше время. Давай муку по чуть-чуть всыпать. Муку по чуть-чуть всыпать. Прям вот одну ложечку, ну, так рассыпаю, я буду быстро размешивать, чтобы не образовались комочки. Все, я теперь быстро быстро размешиваю. Если надо что-то тише сделать, там ты скажи. Давай потише сделать, чтобы мука не горела, чтобы у нас был хороший качественный вкус. С соусом бешемель. Еще? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Да, давай еще одну ложечку. Отлично, работаем. Четыре руки. Если вы не умели готовить соус бешемель, он именно так и готовится. Сюда же потом мы добавим что еще? Молоко, соль, перец по вкусу и, в принципе, можно орегано тоже придаст такой итальянский вкус. Да, запомнили, да? Молоко, соль, перец по вкусу. А мы сейчас прервемся на рекламу. Дальше продолжение следует. Посмотрим, какие магические блюда сегодня Оля нам приготовит. Так, у-ху-ху! С пылу, с жару все тут кипит, бурлит. Боже мой, какая красота! Да! Есть! Отлично, отлично! Это очень хорошо. Пицца готова. Что делаешь ты? Я заливаю лазанью соусом бешемель и посыпаю большим количеством сыра. Так, это как раз делает лазанью лазаней, мне кажется, вот, когда в ней очень много соуса бешемель и сыра. Так, отлично, отлично. Сейчас просто все очень горячо. Так, лазанью нам тоже, получается, надо отправить буквально там на 20 минут, да? На 20 минут, да. Ну, то есть лазанья у нас готова на раз, два, три. Закидываем замороженную лазанью в форму для запекания, делаем быстренько соус бешемель в течение пяти минут, заливаем, посыпаем сыром и в духовочку. Я вообще, как бы, хочу сказать, что все здесь очень грамотно расписано, поэтому, возможно, даже если вы где-то не уловили какой-то момент нашей соли беседы или пропустили какой-то определенный момент рецепта, друзья, в каждой абсолютно коробочке лежит отдельная подробная инструкция со всеми указаниями, что, куда и как. Так, моторика очень простая. Еще раз говорю, если это могут сделать 6-7-летние дети, поверьте вам, это тоже будет и в радость, и в приятность сразу же, да? Все, Майк, можешь убирать лазанью в духовку. Так, и лазанью мы тогда отправляем на 20 минуток. Для этого нам нужно единственное что, снизить градус. Нам нужно будет снизить градус до 200. До 200, да. Да. На 15-20 минут наше лазанья будет готова. О, да ты что, посмотри, какая она сытная, большая. Господи, мне кажется, что я ошибся в начале программы, когда сказал, что здесь 8 человек. Мне кажется, что можно уже праздновать день рождения Дмитрия. Я пока быстренько порежу пиццу. Так, есть. Все. Премиум качество на них написано. И я смотрю, что срок годности реально месяц, 30 дней. То есть это как раз и говорит о натуральности всех ингредиентов. То есть это не тот продукт, который, знаете, как иногда бывает, раз и там на 10 лет вперед. Нет, то есть это как раз и есть качество премиум, которое вы можете себе позволить, будучи дома. Так, давай я теперь, извини, пожалуйста. Предлагаю поменяться? Да, я, так сказать, к пицце поближе. Так, окей. Пока я буду жарить блинчики, можешь попробовать нашу пиццу, пока она не остыла. Да, с удовольствием, ты что? Ах, конечно. Миша и пицца. Вы же помните, что у нас в программе вообще редко, когда ведущий ест при гости. Но тут сама гостья настаивает на том, чтобы ведущий это все попробовал. Мы, конечно, обещали это все Дмитрию, но первым пойду я. Наши блинчики уже чуть-чуть подтаяли, поэтому сковородочка у нас разогрелась. У нас блинчики с мясом сегодня. Если вернуться к вопросу о выборе ингредиентов, то мы выбираем только премиум продукт. Очень тщательно отбираем наших поставщиков и само сырье премиум в качестве. Приятного аппетита. Спасибо большое. Что сказать, друзья, зашла просто как, не знаю, как мед, как просто очень вкусно, очень... Во-первых, хочется и корочку съесть, но, насколько я знаю, по этике, по-моему, корочка не естся, да? Но итальянцы ее даже используют потом... Что ты говорила, с чем? Соевым соусом и оливковым маслом. Так что корочку, в принципе, можно не выкидывать. А если вы, ну, так сказать, любители флоры и фауны, нашей столичной в том числе, то можно взять вот такие вот корочки просто и прогуляться, допустим, вокруг озера, покормить уточек. Можете покормить голубей, птичек различных. Им будет очень приятно, потому что, опять же говорю, тесто сделано из абсолютно всех натуральных ингредиентов. То есть здесь... Из итальянской муки. Итальянской муки. Я, ну, когда-то был в один подкаст, принимал участие в съемках как раз приготовления пиццы от Эндис. И вот я что-что помню, вот как раз секрет держат, самый главный, это секрет приготовления теста, потому что от него, так сказать, и растут все ноги. То есть это и есть самый главный, это основа пиццы или основа всех остальных продуктов. Так, опять же, в каждой упаковке есть описание, в каждой упаковке есть раскладка по полезным свойствам, по протеинам, потому что здесь мясо, да, по жирам, по углеводам. Так, хорошо, я смотрю, здесь все уже у нас готовенько, шкварчит, кипит, булькает. Так. Ох ты ж, какая порция, боже мой. И все-таки, да, и все-таки это на большое количество людей. Так, есть. Ох ты ж, мамочки. Блинчики наши тоже уже подоспели к обеду. Так. Думаю, будем сейчас... Слушай, ну, сегодня прям будет не просто обед, а царский пир, мне так кажется. Смотрите, какие здесь ароматные, поджаренные, красивые. Ну что, я режу лазанью, ты не против? Режь лазанью, если ты хочешь, да, я, о, как это, так, лопаточка какая-нибудь, да, чтобы ее оттуда вынуть. А, у тебя вот серенькая есть, ага. Так. Ну, у тебя такие прям большие порции. Да. Щедро. Богатырский, я бы сказала бы. Так, ну что. Поддержи, пожалуйста, прихваткой. А, давай, крашик, давай, хорошо. Потому что... Так, 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 вот она. Какая красота. Соуси бешамель. О май гад, и сколько там еще осталось. Это же есть и есть, это же прям лопнуть можно. Так, подожди, тарелочка у тебя для блинчиков тоже, да? Да, потому что блинчики наши тоже уже готовые, пышные. Так, я уже не буду, наверное, или этой же взять, как это считаешь. Давай. Так. Ну, выглядит очень румяными, ароматными. Отлично. Ты хочешь третий? Да, наверное, нет. Давай, сейчас я. Просто дай мне, пожалуйста, вилочку. Я тут хочу просто покажать нашим телезрителям. Это ножик есть, да? Да. Как много у нас начинки. Начиночки. Так. Мясо. Все сделано по-домашнему. По-домашнему. Друзья, сейчас я вам разверну. У меня начинка, вот она, вот она, аж здесь. Посмотрите, какая она. Сколько ее здесь. Вот она. Не знаю, если вам видно камеру. Да? Вот, ну и, конечно, ну, надо пробовать, говорит Ольга. Надо прям, ну, пробовать как-то. Ну, что стоим-то. Сметанки вот, наверное, там тоже надо. Ой, сметанку точно. Вот сейчас вот сюда, чтобы горячего-то искать не было. Ну, вот лопнет Мишка с вашими передачами, конечно. Ну, ничего, ничего. Так, вы заходите, друзья, в любом случае подписывайтесь на наш YouTube-канал и на нашем официальном сайте. Да, подписывайтесь и на наш инстаграм, это andyshop.md, где вы сможете найти рецепты приготовления, весь наш ассортимент и короткие видео, как вы можете быть хорошими хозяйками в течение пяти минут. Ой, да. Ты так и не рассказал твои... Если муж вас не повел, там, парень, в ресторан, сделать ему тогда приятный ход ответный. По поводу пиццы, я сказал, она просто, она же как мед, она просто сочная такая, на нежной корочке такой. Я ее съел. По поводу лазаньи, я не знаю, если сегодня я в качестве неведущего дегустатора, это моя была мечта с самого начала, как я устроился в эту программу. Потому что мне, когда предложили работать, я думал, о, наконец-то буду хотя бы раз в неделю есть. Можно я си блинчики вытащу, чтобы они не... Да, конечно, конечно. Просто я понимаю, что вы занято... Я не взяла тарелочку, но я прям так... Горяча. По-свойски, как дома. Они пышные у нас получились, все здорово. Идеально. Так, для того, чтобы у нас еще одно блюдо, которое сегодня Оля принесла, было аппетитным, шикарным, мы должны еще добавить туда будем яичную смесь. Кстати, спасибо большое, потому что все дополнительные ингредиенты мы взяли с сети магазинов Кафланд. Я сейчас быстренько взобью яйца. Вот. И у нас будет, кстати, возможность, пока круассаны будут запекаться. Запекаются они при 185 градусах. Запекаются в духовочке буквально 15-20 минут. Ну, вот мы как раз в это время, я думаю, позволим себе великолепное, вкусно приготовленное кофе Якобс Бористо, потому что сама обжарка этих зерен была как раз вот по этой системе, точно так же, как готовит вам Бористо. Медленная, сохраняя весь вкус, не пережаривая, не высушивая зерна, и вы получаете вкус великолепно приготовленного кофе Якобс. Это все тоже мы себе позволим, потому что Оля как раз сейчас, вот я говорю, у меня слюни идут, намазывает круассаны. И если вы спросите, какую роль играет у нас голубика на нашем столе, то я отвечаю, это как раз и есть красивый декор, и вы можете круассаны подавать абсолютно с любыми фруктами, да, сезонными, то есть которые есть. Да, помимо этого, наш настоящий французский круассан мы посыпем пудрой сахарной, для того, чтобы ее вид был более аппетитным. Ну, чтобы было... Наши круассанчики уже за это время, пока мы с Мишей приготовили сколько, три блюда? Четыре. Четыре блюда. Три. Четвертое у меня в уме. Ну, я просто всего уже попробовал, знаете, у меня уже как будто я четыре съел. Они у нас постояли на расстойке, они готовы для выпечки, мажем быстренько яйцом и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 185 градусов. Абсолютно верно. И напоминаю, все это продукты премиум качества, которые нам дарит Густ Ланд. Поэтому, друзья, берите примеры, экономьте время и, конечно, готовьте теперь быстро и вкусно и, самое главное, качественно всем вашим родным. Ох, какая сегодня у нас передача! Просто лоб, не мой живот называется. Посмотрите, какие румяные и красивые. Если вы помните, мы их немножко помазали смесью взбитых яиц, то есть два яйца. Не только желточек, прям целое яйцо. И вот, посмотрите, крустан ароматнейший. Ох, ох, ох. И сейчас вот Олечка покажет, что она тут будет делать. То есть она немножко придаст им вот этот вот внешнего вкусного, боже мой, вида. Ну, я так понимаю, что наши выпуски все имеют свою какую-то фишечку и потом, конечно, пользу для вас сегодня. Это польза гастрономическое удовольствие называется, да. Вот, и теперь аккуратно, после того, как мы их уже, ну, мы это, я просто комментирую, действуя Оле, мы их посыпали, можно подавать на тарелочки. И посмотрите, очень важно, да, какие-то сезонные фрукты еще использовать. И тогда аппетит ваших домочадцев будет просто аккуратно, горячо, сумасшедшим, активным, большим. А, ну, то есть, а, я тебя понял, это тоже уходит. Мишки тогда. Хорошо, хорошо. Мы можем попробовать один разорвать для того, чтобы увидеть, какое большое количество начинки в круассанах. Так, ну, я очень хочу это сделать, мне прям очень хочется, то есть я сейчас попытаюсь это сделать так аккуратно. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. И тянется. А, и горячий, и вот, а, а, вот такой вот он, понимаете? А круассаны именно такие они, они горячие и вкусные. Но с пылу жару. С пылу жару, и вот начиночка внутри еще тянется, друзья. Я, честно, я просто, я не имею морального права сейчас вот перед вами все время, уже четвертое блюдо сегодня лопать. Но если резюмирую, то посмотрите, какие шикарные, великолепные продукты сегодня у нас на столе, потому что мы говорим о высоком качестве, о премиум качестве продукта. И вот у нас пицца, у нас лазанья, у нас блинчики, причем где-то уже чуть-чуть даже подъедены Михаилом. И на десерт у нас великолепные круассаны. Сюда может идти клубничка, персик уже, яблочки, не знаю, все, что вы любите. Ну, Ольга, накормила, так накормила. Спасибо большое. Заходите, теперь узнавайте. Это очень удобно приобрести и хранить. Но хочу опять же напомнить, что в течение месяца, потому что все продукты натуральные, все ингредиенты натуральные, здесь нет никакой химии, наоборот, как раз очень сильно даже переживают производители за саму даже начинку. То есть, если где-то вам могут дать фарш смешанный не только с чистым мясом, там, грудинкой, а использовать там шкуру, возможно, какие-то хрящики, здесь чистое мясо везде, если мясо, то это чистое мясо, если тунец, то это тунец, если это лазанья, то это лазанья, как раз по классическому рецепту. Если это круассаны, то это, посмотрите, какие горячие и свежие только что из духовки. Поэтому ждем всех в Энди Шо по адресу Штефан Чалмари, 152. Я все-таки попробую съехать этот круассан. Ладно, друзья, не буду вас мучить. Вот он, вот он. Вот так вот он берется. Конечно, с чашечки кофе. Обращу внимание, как он тянется, только настоящий французский круассан, приготовленный на натуральном масле, может так тянутся. Все остальные круассаны просто ломаются, как хлеб. Мира и здоровья вам. До скорых встреч в эфире. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok